Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами на волнах православного радиоканала «Воскресенье» в кругу семьи. Мы с вами уже начинали обсуждать темы, связанные с жизнью ребёнка-школьника. Сегодня мы этот разговор с вами продолжим. Дети наши уже учатся в школе, то есть 1 сентября прошло, праздник закончился, и начались школьные будни. И сегодня наша передача будет посвящена такому важному вопросу, как переходу ребёнка в новый такой социальный статус, если можно так сказать, кризису семи лет или поступлению ребёнка в школу. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери и испарительница хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина! Здравствуйте, беру вашему дому! И как я уже сказала, сегодня мы с вами поговорим о ребятах, которые пошли в школу. Но я думаю, что передача будет полезна и для тех родителей и детей, которые, может быть, через год собираются пойти в школу, то есть им будет о чём подумать за предстоящий год. И прежде всего хотелось бы узнать, многие родители слышали и знают, что есть такое понятие в психологии, как кризис семи лет или переход на новую ступеньку развития. И хотелось бы понять, вот в чём проявляется этот кризис, каковы его признаки, как вот родители могут догадаться, что у ребёнка наступил или ещё не наступил этот переход. Ну, во-первых, нужно понять, что этот кризис поступления в школу, конечно, имеет свои особенности. Что для него характерно? Ну, во-первых, то, что начинают проявляться такие вот негативные признаки, как снижается работоспособность, снижается количество гемоглобина в крови, может падать острота зрения, могут появляться головные боли. Есть такие исследования, что ребёнок даже может затормаживаться в росте. Некоторые дети начинают худеть, у некоторых может ухудшиться сон. Но нужно понять, что эти явления, они могут проявляться в разной степени, в больше или в меньше. И для каждого ребёнка индивидуальная степень проявления вот этих негативных признаков. Ещё родители всё-таки должны понять, что и этот кризис закончится, он имеет своё начало, имеет своё окончание. Матнина, Вы назвали чисто физиологические такие признаки, а на психологическом уровне вот есть какие-то признаки этого кризиса, этого перехода? То есть в поведении, может быть, ребёнка, что вот происходит, что меняется? Обязательно. Это вот то, что рассказывали раньше, уже говорили, когда говорили о признаках кризиса, который выделял Выгодский Лев Семёнович, который ввёл это понятие возрастного кризиса, обязательно возникает вот то, что в психологии называется трудновоспитуемость. То есть обязательно будут какие-то реакции плаксивости, раздражительности, нежелание что-то выполнять, вот такое вот капризное нервное поведение, непривычное. То есть какое-то вот понятно, что ребёнку со стороны можно посмотреть, будет понятно, что ребёнку плохо. И родители не всегда могут понять, в чём причина, почему он ведёт себя так нервно, ведь вроде всё хорошо. А здесь это нужно понять ещё внутреннюю ситуацию, в которой находится ребёнок. Ведь раньше, в дошкольном детстве, он был дошкольником, основное его время – это была игра. Сейчас он переходит в совершенно другую систему, он переходит в формализованную школьную систему. У него появляется совсем другой статус, он уже ученик, он уже взрослый, у него уже появляются права и обязанности. Обязанностей очень много. Он уже должен ходить в школу по расписанию, у него уже появляются уроки, задания. Жизнь меняется совершенно. Это для нас уже привычно, кажется, ну и что. А для ребёнка это впервые, и это трудно, это новая ступенька. Очень много новых знакомых, новая учительница, новые дети, одноклассники. У каждого свой характер. Долгое время он должен находиться вне дома, без родителей. То есть совершенно начинается совершенно другая жизнь. И каждый вот в этой жизни к ней приспособлен по-разному. И поэтому вот разная степень таких негативных характеристик в общении. Манина, Вы назвали столько много такой разнообразия вот этих признаков, да? А скажите, пожалуйста, вот насколько одинаково они проявляются у всех детей? Потому что дети же все разные. Неужели вот у них у всех будут вот все эти признаки? Или это как-то дифференцированно происходит? Обязательно по-разному. И не надо пугаться, что вот теперь сматриваться у своего ребёнка, когда же у него вот это вот всё начнётся, весь этот кошмар во всех этих проявлениях. Психологи выделяют три группы по степени адаптации к школе. То есть по той степени, насколько они легко входят в школьную жизнь. Три группы есть. Вот первая группа с наиболее такой лёгкой степенью вхождения в школьную жизнь. У них эти негативные вот эти вот признаки, все неприятные, проходят за одну четверть. И причём совсем не обязательно, что весь этот список будет у этого ребёнка. У него может это проявляться в чём-то, допустим, в каких-то проявлениях. Допустим, повышается утомляемость, ребёнок часто заболевает, то есть иммунитет падает. У другого ребёнка это может быть, ну, более полный список. Но в любом случае проходит за одну четверть. Вторая группа со средней степенью адаптации к школе, это лёгкость адаптации к школе. Эти все негативные признаки проходят за полгода, то есть за две четверти. Она обычно немногочисленная группа с очень такой сложной приспособляемостью к школьной жизни. И тогда вот это вот всё растягивается, все негативные признаки на весь учебный год. Но я повторяю, таких детей меньшинство. Их очень мало, да. Ну, то есть всё равно они есть, но их очень мало. Для большинства всё-таки это одна четверть, ну и для ещё счастья это полгода. Мартина, скажите, пожалуйста, от чего вот это зависит? Именно такая разная продолжительность вот этого адаптационного периода. Потому что ведь у нас многие родители, например, считают, что если мы будем ходить в школу развития, да, вот перед школой, то у нас у ребёнка всё в порядке будет, никаких проблем не будет. Ой, тут совсем не обязательно для того, чтобы ребёнок хорошо учился в школе, находить школу развития. Бывает и наоборот. После некоторых школ развития у ребёнка может и пропасть интерес к учёбе, если перегрузить ребёнка. Вот. Очень многое зависит от методики преподавания, от того, кто в этой школе обучал. Так вот, если всё-таки вернуться, от чего зависит? Я хотела бы сказать так, что очень многое зависит от первой учительницы. Очень многое зависит. Поэтому некоторые психологи, они даже и советуют так, что нужно выбирать не школу, а нужно выбирать первую учительницу. И что иногда полезно водить ребёнка вообще за несколько остановок, чем рядом во дворе. Но если там нет учительницы, которая бы подходила именно для вашего ребёнка, что имеется в виду, что значит подходила? Ребёнок должен подходить к учительнице или учительница к нему. Здесь самое главное, что нужно понять, на что обратить внимание. Такая особенность возрастная у детей, находящихся в младшей школе. Первые два класса приблизительно у детей очень большое доверие к первой учительнице. По исследованиям, на этом этапе авторитет учителя перекрывает авторитет родителей. То есть то, что будет говорить учительница, к чему она будет их вести, как она их будет воспитывать, это будет перекрывать родительский авторитет. Потом это не будет в такой степени, но первое время это будет очень явно. Поэтому нужно обязательно обратить внимание, когда вы приходите в школу, когда вот это вот знакомство происходит с первой учительницей, обязательно нужно посмотреть. Это же всегда видно. Учительница принимает вашего ребёнка или он вызывает, ну, некоторое такое раздражение. Ведь всё равно мы все люди. Конечно, учитель должен быть бесстрастным. Но, тем не менее, у него такая огромная нагрузка, он так устает, наши учительницы, они очень устают. И всё равно человеческое срабатывает. И всё равно есть симпатия и антипатия. Мы все люди. И поэтому ни в коем случае не осуждая учительницу, но понимая ситуацию, нужно посмотреть, насколько вот состоялось это общение, насколько они потянулись друг к другу. Если потянулись, если вот эти сердца отзывались друг на друга, значит всё. Учительница вот вашего ребёнка приняла. Конечно, имеет большое значение её профессиональное мастерство. Конечно, то есть в идеале нужно подобрать всё, чтобы и опытная, и чтобы вашего ребёнка приняла. Для верующих семей обязательно нужно ещё обратить внимание на то, чтобы эта учительница была верующей. Или, по крайней мере, чтобы она ни в коем случае вашего ребёнка в вере не притесняла. Потому что если ребёнок вышел из верующей семьи, а учительница будет вести антирелигиозную пропаганду, ребёнка можно сломать. Потому что для него эта ситуация пока ещё не по силам ему. Опыт исповедничества не каждый в силах понести и взрослый. Обязательно посмотреть. А, Матина, каким образом это можно узнать? Учительница спрашивает, верующая вы или нет? Ну, я не знаю, вот своим ребёнком, когда мы устраивали в школу, мне просто подошла и спросила. Я сказала, вы знаете, мы просто ребёнок верующий, и я хотела бы узнать, если можно. Как вы к этому вопросу относитесь, потому что для меня это важно. И она совершенно спокойно сказала, она говорит, да-да, у нас в классе очень много верующих детей, и хорошо. То есть она не сказала, что она там, слава Богу, да мы все верующие, ничего этого не было. Она просто сказала, ну и хорошо. И потом, когда я спрашивала своего сына, говорю, а вот на физкультуре, когда вы бегаете, у многих крестики есть? И он сказал там, вот у того-то есть, у того-то нет, ну то есть были дети и верующие, и с крестиками были неверующие. Учительница их никак не противопоставляла. Она ко всем относилась доброжелательно, и для меня это было важно. Потому что в детский сад, когда он ходил, меня вызывали к воспитательнице, к директору детского сада, потому что воспитательница пожаловалась, почему ребёнок, когда начинает рисовать, он сначала рисует крестик. А оказалось, что они рисовали снежинки, и он обязательно сначала рисовал крестик, смотрел, любовался, а потом рисовал дальше. Ну то есть, по крайней мере, этот вопрос у нас был снят. То есть никто ребёнка по этому вопросу особо не пытал. То есть, конечно, я вот по своему опыту хочу сказать, что лучше бы этот вопрос выяснить. Здесь самое главное, как вы обратитесь к учительнице. Если это будет, в этом вопросе будет вызов, то в ответ будет реакция защиты. Если вы это скажете доброжелательно и спокойно, понимая, что вы союзники воспитания вашего ребёнка с учительницей, учительница это поймёт совершенно правильно. То есть здесь зависит ещё от вашего тона, с каким вы подойдёте к учительнице. Почему ещё обращаю внимание на учительницу? Вот когда нам кому-то трудно в семье, то помогают наши родные, они подставляют плечо, и нам легче эту трудность перенести, выйти из этого трудного положения. Вот ситуация обучения в школе для ребёнка, это всё равно трудная ситуация. Нужно изменить привычный образ жизни. Если учительница вашего ребёнка приняла, а ребёнок потянулся к этой учительнице, общение состоялось двусторонне, понимаете, это очень важно, чтобы с двух сторон было вот это вот желание пойти друг к другу навстречу, то когда ребёнку трудно, учительница может совершенно спокойно, как взрослый опытный человек, как опытный педагог поддержать, эмоционально поддержать, порой просто по головке погладить, в этом возрасте это разрешается, порой подойти что-то дополнительное, какое-то что-то доброе сказать, порой просто дополнительно ему какое-то дополнительное задание даст, или что-то подсказать, но очень доброжелательно. То есть учительница помогает в этой ситуации легче выйти из кризиса. Другое, что в очень сильной степени сказывается на то, в какую группу ваш ребенок попадет, из этой степени сложности привыкания к школе, это то, насколько он готов к школе В психологии есть особое понятие готовность к школьному обучению Сегодня мы поговорим о психологической готовности, хотя отдельно выделяет еще и физическую готовность Физическая готовность определяется в том, насколько ребенок физически готов переносить трудности обучения в школе Насколько у него сформирована костная система, мышечная система, насколько готова рука Потому что, например, у шестилетнего ребенка и младше косточки на пальцах кисти, там очень много соединительной ткани, хрящевой ткани И пальцы не могут долго испытывать нагрузки, пальчики могут искривляться В 7 лет такого уже нет, уже кисть руки готова Кроме того, мозг уже более подготовлен к обучению Хотя вот по исследованию психологов Кравцовых, примерно 1-3 детей и в 7 лет еще недостаточно готовы к школьному обучению Но, тем не менее, 2-3 уже готовы В это время активно идет процесс мейлинизации нервных волокон А мейлин отвечает за то, чтобы были процессы, развивались произвольность в действиях То есть, чтобы ребенок действовал не импульсивно, чтобы вот этот нервный импульс, он так называется Что он проходил в одном направлении и никуда там не разветвлялся То есть, это как изолятор, изоляция на нервных путях Это очень важно Это очень важно для ребенка, для обучения, чтобы у него были произвольные действия Вот сейчас этот процесс начался То есть, он активно очень идет Ну и другие моменты есть, что связаны на уровне физической готовности Попросту говоря, по исследованию психологов, физиологов Ребенок в 7 лет гораздо более готов, чем 6-летний ребенок к обучению в школе Поэтому все-таки обучение в 7 лет сейчас идет Что касается психологической готовности, то прежде всего в психологической готовности выделяют два направления Личностную и интеллектуальную Вот кто, как Лариса Михайловна сказала, посещал школы развития Они готовят только одну сторону готовности, интеллектуальную А нужно начинать с личностной Психологи так и говорят Вот кто исследует этих детей, вот кто исследует кризис поступления в школе Ребенок интеллектуально может быть готов прекрасно Но у него нет очень важного звена Может не быть важного звена Это называется мотивационная готовность То есть, хочет ребенок учиться в школе или нет У него-то самого желания есть Время пришло, родители готовы, школа ждет А ребенок-то сам готов Если у ребенка нет желания учиться, очень трудно, очень трудно его затянуть в школу А уж урок построить так, чтобы у него возник этот интерес Если он до этого не возник, тоже очень непросто Много усилий На что должны были обратить внимание Или вот кто еще не пошел в школу, у кого дети есть Родители на что должны обратить внимание Ни в коем случае нельзя ребенка школой пугать Потому что бывают такие родители, которые Ребенок-дошкольник балуется, а ему говорят Ну подожди, вот пойдешь в школу, там тебе покажут Как потом начинает говорить Ну подожди, вот пойдешь в армию, там из тебя человека сделают И вот ребенок-дошкольник, если его начинает пугать школой Вот подожди, подожди, вот сейчас-сейчас, сейчас-сейчас И вот этот ребенок, он из этой школы, он начинает ее просто бояться Он вам может не сказать Но у него это остается, что там будут делать что-то с ним такое Что он еще вот пожалеет о вольной жизни Другая ошибка – это когда старшие братья или сестры начинают говорить ребенку, который идет в детский сад, вот тебе везет, нам в школу, вот тоска такая смертная, нам в школу, а тебе в детский сад. И ребенок тогда тоже начинает запоминать и думает, а что же там в школе такое делают, что они так это страдают, что они туда идут. То есть вот эти вот вещи нужно обязательно из своей семьи убрать. То есть, когда ребенок готовится к школе, наоборот, его нужно поддерживать и говорить, надо же, дети стараются взрослеть, они очень хотят взрослеть. Скоро ты у нас такой будешь взрослый, ты уже пойдешь в школу, ты уже будешь школьник, ты представляешь? У тебя будет свой портфель, у тебя будет свое рабочее место, и мы все вместе будем выходить, мы на работу, а ты в школу. Какой же ты у нас уже большой, как мы рады. И вот когда с этим ощущением жить, ожидание школы, то ребенок в школу ждет, он не боится. У него ожидание праздника, у него желание оправдать надежду, что он взрослый, и он входит во взрослую жизнь. Вот эта вот мотивационная готовность, она должна быть обязательно. Еще что очень важно, это что у ребенка должен быть познавательный интерес. Ребенок, вот когда ребенок оформляется, когда его приводят в школу, учителя смотрят, умеет ли он читать, писать, считать. Но еще очень важно, насколько ребенок хочет читать, писать и считать. Насколько ему интересно что-то познавать. Отдельно есть методики, когда выявляется еще в дошкольном возрасте, при поступлении в школе, ребенок на что настроен. Есть очень простая такая методика, когда детям в дошкольном возрасте показывают игрушки и начинают, когда показали игрушки в течение минуты, начинают читать какую-то интересную сказку. И на самом интересном месте сказку останавливают, чтение сказки останавливают и говорят, что бы вы хотели, чтобы почитали сказку дальше, узнать, что в конце, или поиграть в игрушки. Если ребенок выбирает игрушку, значит у него еще недостаточно развит познавательный интерес, он еще находится в этом дошкольном действии, ему еще интересно играть. Если ребенок начинает говорить, нет-нет, я хочу дослушать сказку, я хочу узнать, что там, узнать, что там, это уже признак того, что у ребенка развивается, развит познавательный интерес, ему уже интересно само познание. Это просто одна из методик, которые психологи используют, там обычно блок методик берут. Так вот, это очень важно. Почему я говорила, что вот эти школы развития, очень важно ребенка не перегрузить. Ну, так мы устроены, бывает у родителей, бывает, не у всех родителей, но бывают родительские амбиции. Так хочется, чтобы ребенок был самый-самый, чтобы у него было все самое лучшее, чтобы вот и они для своего ребенка стараются делать все самое-самое. Но порой переживают, потому что, если заглянуть поглубже, то хочется еще и для себя, для себя полюбоваться своим ребенком. Но здесь надо идти от ребенка и смотреть, насколько ему это по силам. Не пережать, потому что, если ребенка перегрузить, могут начаться и большие неприятности. То есть пропадает интерес, не хочу я, да ни за что я не пойду, не буду я это делать, надоело, все играют, а я тут должен это делать. Ну, здесь самое главное не пережать. Другое, что важно при подготовке к школе, это еще умение общаться со взрослыми и со своими сверстниками. При переходе вот из детства взрослость у ребенка уже должно быть развито уважение к взрослым, уважение к учителю. Учитель должен быть лицом очень авторитетным для ребенка, это очень многое зависит от родителей. И он должен научиться слушаться взрослого, ни в коем случае не грубить, не перебивать, не говорить, а я вот, учитель говорит у доски, а он начинает перебивать. Это все невоспитанность, это недостаточно развитая коммуникативная готовность. Ребенок должен научиться общаться и со своими сверстниками, с детьми. Когда раньше семьи были многодетные, тут вообще этот вопрос не возникал. Это было очень просто в семье, естественно, много детей, у каждого свое настроение, у каждого свои желания в данный момент. И то куча мала, то все помирились, то там группировки какие-то, то опять помирились. Но у ребенка идет обучение общению с разными людьми, с разными детьми, разного пола и с разным характером. Если ребенок вышел из однодетной семьи или малодетной семьи, его воспитывали дома, здесь тоже многое зависит, как дома его воспитывают. Но бывает и редко бывает, но и бывают такие случаи, когда ребенок приходит в школу, а он другие детей просто боится. Для них это вообще новый мир, и как с ними общаться, когда он общался всегда со взрослыми. Взрослый умиляется, говорит, надо же, какой он у вас прям вундеркинд. А с взрослым он общается запросто, чуть ли не на равных, по-панибратски. Потому что всегда в таком общении находился. А с детьми не умеют общаться вообще. И дети начинают над ним подсмеиваться, и он начинает огрызаться, начинает плакать, то надуваться, то замыкаться. Это все опущено, вот этот момент, который опущен в дошкольном действии, упущен. Это называется недостаточно развитая коммуникативная готовность. Не умение общаться со своими сверстниками и со взрослыми. Еще, что важно в этом возрасте, вот интеллектуальная готовность, она проверяется психологами многократно, на разных уровнях. Дело в том, что ребенок, когда обучается, у него должно быть достаточно развитое мышление, память. У него должна быть развита, вот это называется, сфера произвольности. То есть ребенок должен научиться, попросту говоря, должен научиться выполнять то, что от него ожидается. И он должен быть в состоянии понять то, что ему говорят на уроке. Вот для этого специально проверяют. Есть блок методик, я не буду о них говорить, психологи об этом знают, когда отдельно проверяют умение выполнять задания, действовать по образцу, когда проявляется мышление, когда проявляется память, произвольная, непроизвольная. И так далее. Там очень много разных методик, разных уровней, когда смотрят, насколько ребенок интеллектуально готов. Это тоже многое зависит от родителей. Крайности очень плохо сказываются. Либо им не занимались, а пойдет в школу, сам научится. Ему особо ничего не читали, как бы так вот включили телевизор, или перед компьютером посадили, а оно и пусть там. Когда-нибудь узнает, в школу пойдет, узнает. То есть с ним специально не занимались, мышление не развивали, память не развивали, другие процессы не развивали. Конечно, это сложность для ребенка. И что еще нужно понять? Матнина, а можно мне тут такой вопрос просто возник? Дело в том, что ведь многие родители почему-то считают, что самая главная готовность ребенка к школе, это чтобы ребенок умел читать, считать и писать печатными буквами. То есть если он это умеет, и у многих интеллектуальное развитие заключается именно в этом. И на занятии иногда, так родители говорят, что ребенок ходит на занятия еще в дошкольном возрасте, у них как раз там 4 урока по 20 минут, первый урок там математика, потом они там читают, там еще что-то делают, там английский, к примеру, еще. Просто вот это я к тому, что получается, что вы говорите об интеллектуальной готовности, как развитие именно познавательных процессов, да, а не умение ребенка считать, писать и читать. Вы понимаете, если у ребенка развиты познавательные процессы, научиться считать, писать и читать, ему ничего не стоит. Ничего не стоит. То есть это делается очень легко и радостно. Я имею в виду, что если ребенок умеет считать, писать и читать, как иногда родители думают, это совсем не значит, что ему будет легко учиться в школе. Если у него не развито внимание, недостаточно сформировано, да, то есть если у него мышление недостаточно развито, память он не может там как бы запомнить или еще что-то. Да, да. И кроме того, еще есть такая особенность, важная очень особенность. Помимо готовности в школе, психологической готовности, есть еще такие личностные особенности ребенка, которые зависят очень много от воспитания, от стиля воспитания в семье, которые могут или помогать ему переносить трудности жизненные, школьного обучения, или могут мешать ему. Есть такие исследования Венгера, когда были выявлены три неблагоприятные линии развития, личностного развития в школе. Для школы, точнее, неблагоприятные. Что это за такие линии? Какие особенности ребенка? Первая особенность – это тревожность. Почему я говорю специально сегодня для родителей? Потому что ведь тревожность формируется не в один день, и она формируется во многом через общение в семье. Вот если взять вот этот возрастной отрезок, когда он только вот пришел из дошкольного детства, он перешел в школу. Тревожность, она может быть ситуативной. То есть в какой-то ситуации, когда мы испытываем тревогу и взрослые, и дети. Это ситуация какой-то опасности, когда может быть благоприятный исход или неблагоприятный. Например, ситуация экзамена. Или ситуация, когда мы едем на работу, а вот уже опаздываем, и может подойти транспорт, и не подойти. Это ситуация, когда мы тревожимся. Ситуативная тревожность. Ребенок испытывает тоже бывает ситуативную тревожность. Но тревожность может быть личностной. То есть это когда постоянная характеристика. И ситуация нейтральная, ребенок уже тревожится, он боится. Очень часто это бывает, тревожность зависит и от особенностей нервной системы, и от особенностей воспитания. Вот если взять младший школьный возраст, дети, когда начинают обучаться, очень большое значение для них, для этого возраста, имеет то, какую отметку им ставят. Почему? А потому что это главная деятельность в их жизни, учебная. Все вокруг нее сейчас завязано. Если ученик получает высокие оценки, его и учительница хвалит, и другим детям ставят в пример, о чем мы еще отдельно поговорим, будет у нас передача по общению младших школьников. И дома его хвалят. И у него уже это как смысл жизни становится, вот эта вот оценка. Если ребенок получает плохую оценку, оценку или отметку, здесь просто разница в том, что отметка – это цифровое показатель успешности, а оценка – это когда оценка – отлично, хорошо, удовлетворительно, недовлетворительно, то есть качественное такое. Так вот, когда ребенок учится плохо, тогда бывает и учительница начинает стыдить при всех, и родители начинают его ругать. Если это бывает часто, то ребенок может начинать бояться учиться. Он, точнее, сначала начинает бояться наказаний, что вот приду домой, а там опять будут крики, недоводство, а может быть, даже еще и побьют. Или боится, когда учительница начнет при всех высмеивать. Такое тоже бывает, что недопустимо совершенно. То есть я говорю, вот эти вот, когда взрослые делают ошибки, и этот, как снежный ком, накапливается, накапливается, и ребенок начинает не хотеть делать то, что у него не получается. А родители, учителя, не понимая эту ситуацию, что все же предел достигнут, они все равно продолжают его стыдить, то есть идут только на уровне наказания, а не на уровне похвалы. И тогда ребенок начинает вот бегать по этому замкнутому кругу свои проблемы. И учиться надо, и страшно, и все равно будут ругать. И происходит вот это вот зацикливание на этой тревожности. Что делать? Вот в этом случае психологи советуют так, что пересмотреть отношения взрослых к такому ребенку в обучении. То есть ребенка, теперь его внимание нужно сконцентрировать на его успехах, те же самые родители, для того, чтобы он хорошо учился. Он же не от наглости сейчас плохо учится, а из-за того, что он уже вот, он не уверен, ему уже кажется, что все равно ничего хорошего не получится. Его нужно поддержать, полюби, поддержать и успокойтесь, сказать, ты знаешь, у тебя обязательно получится. Вспомни, когда ты постараешься, у тебя все получается. И ребенок с удивлением сквозь плач говорит, да, и ждет, когда вы скажете подтверждение. Ну и сказать, ну конечно, ну вспомни, вот раньше, когда ты был маленький, помнишь, как ты боялся ездить на двухколесном велосипеде, помнишь, помню. А смотри, как ты сейчас гоняешь, вон как. Ребенок начинает оживать, а потом помнишь, как ты боялся, у тебя не получалось, а потом все получилось, да, и у ребенка плечи расправляются. У него появляется желание, да, точно, точно, это было в его жизни, он это уже испытывал. То есть у него появляется ощущение, что и справится он с этой проблемой, и родные его понимают, и наказывать не будут. Ему просто надо постараться, и всего лишь, и всего лишь. То есть тревожного ребенка не надо на него еще больше давить, наоборот, его надо поддержать. Другая линия, вот развитие, которое неблагоприятно, называется так, негативистическая демонстративность. Вот дети демонстративные, их очень хорошо видно. Демонстративный тип, он потому так и называется, что ребенок любит себя демонстрировать. Не только ребенок, взрослый тоже есть демонстративный тип взрослых. Любит себя демонстрировать, вот он всегда как на сцене, ему обязательно нужно обратить на себя внимание. У него такая потребность, ему всегда нужно похвалить, его нужно похвалить, чтобы на него обратили внимание. Ну, люди православные знают, что это связано с тем, что у него, вот если у первого ребенка, у него развита такая вот особенность, как мнительность. Это грех мнительности, грех уныния. Здесь же, если ребенок демонстративный, у него очень развита гордыня, очень развита тщеславие, ему надо постоянно, чтобы его хвалили. Так вот, ребенок демонстративный, он сначала будет стараться привлекать к себе внимание учителей, одноклассников на уроке. То есть постоянными какими-то разговорами, что-то уронить, встать, ну, любым образом, любым образом обратить на себя внимание. Если у ребенка хорошие данные, он обучается хорошо, то он может демонстрировать себя через учебу, через учебный процесс. Если у него низкие данные такие вот для обучения, он начинает плохо учиться, он старается обратить на себя внимание другим способом, уже не положительным. А как угодно, сделать все, что угодно, какую только бы в укрутасину не устроить, ну, лишь бы на него обратили внимание. И это может быть и в семье, это может быть и на уроке. И родители говорят, да что с ним происходит, ну, посмотрите, как он себя ведет. А для него, и зляться на него, могут ругать, могут с ним долго разговаривать, а ему только это и надо. Он и старается обратить на себя внимание таким образом, негативным, но привлечь к себе внимание, обязательно понять, если это ребенок такого типа демонстративного. Для учителей есть специальные приемы, когда ребенок демонстративный в классе. Ему просто не дают возможность демонстрировать себя, сбивать урок, а просто постоянно выводить его на учебу. Мы будем об этом еще отдельно говорить, то есть держать его в рамках учебного процесса. Если верующая семья, обязательно надо обратить спокойно, ни в коем случае, не на уровне крика, не на уровне истерики, не на уровне своей же греховности, а просто спокойно с ребенком поговорить и сказать, что ты, наверное, обращал внимание, что вот у тебя такая особенность. Давай вместе подумаем, а чего это может происходить. И постепенно, постепенно ребенок сам должен понять, что да, есть вот такой вот грех, когда ребенок, когда есть люди, которые любят себя все время ставить на показ. И что на самом деле это очень неприлично и перед людьми, и перед Богом, когда человек старается все время встать, возвыситься над другими, а на других смотреть сверху вниз. И чтобы обращать внимание только на него, а другие, ну так, они потерпят. С ним поговорить и привести его вот желание, чтобы он от этого избавился, чтобы он работал над собой. Есть еще другой тип детей, которые обозначены как для них характерно уход от реальности. Вот это вот те дети, у которых сочетается и первое, и второе, и тревожность, и демонстративность одновременно. То есть такой вот набор этих греховных характеристик, да, которые вот в такое соцветие. Ну что здесь происходит? Ему, с одной стороны, надо себя перед всеми демонстрировать, с другой стороны, тревожность не дает. И такие дети, они вот в этих тисках находятся и ходят в фантазирование. Они сидят на уроке и в это время думают о своем. В Африку слетают, в Америку, на дачи побудут. Обо всем передумают, и везде какие-то истории внутри идут, где он лидер, где он герой, где все на него смотрят и все восторгаются. Вот это вот, опять-таки, такая особенность у детей, уход от реальности. Если его просто ругать и говорить, что что-то у нас такое, вот прям вот такое, всякие там ярлыки навешивать, это ничего не дает. Надо с ребенком, опять-таки, спокойно поговорить и выяснить причину, почему он уходит в эти фантазии. Выяснить и помочь ему избавиться. И главное самому быть в этой ситуации спокойным. В этой ситуации кто-то должен быть сильный, кто-то должен быть добрый, потому что от родителей важно, чтобы от них шло тепло, поддержка, любовь и защита. Ни в коем случае на ребенка, который пришел в школу, не надо давить, нужно помочь. Чего мы вам желаем. Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.